ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Чё нам участники тут делаем? Чё, приехали? Кто такие? Погнали, погнали! Погнали, давай, дави, дави! Давай, дави, 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 дави! Она же реально давить иначе Ну ты похож на Педрила немножко Да ты вообще в... Ребята, всем привет! Я нахожусь в загородном доме Даже не в загородном доме, в загородной бане У госпожи и господина Алехина Они нас навестили Приехали из Германии Купили нам Сибаса Но сказали, чтобы я его почистил сам Поэтому... Я же подводный охотник Я же знаю, как Сибас чистится В общем, здесь у нас Настя с плесенью С сыром С плесенью? Здесь у нас Сибас с оливковым маслом Огонь! Не, здесь ёлка А здесь баня сейчас покажу Вообще офигеть! Смотрите, какая баня Та-дам! Здесь уже тепло Ром поздравляй всех подписчиков Дай Роме белую маску Да белую? Ну ладно Тут белую, да С пером У меня под рубашку Да Мне голову не настанет Да я просто делязала Ну и что, чтоб их не разговаривали Что это, педриллы... Что это наш год Ну, ты похож на педриллы немножко Спасибо, Суски! А ты тебя видел? Ааааааааа Так у меня перьем Я актив Короче, ребятушки Ребятушки Ребят, хотим поздравить вас с Новым годом. Поэтому пожелать вам петушиного счастья, потому что он в курятнике и куча курочек вокруг. Да. Чтобы курочки вам несли яички. И не только несли. Чтобы топтали вы кур. Ну да, да, топтали. Короче, чтобы в вашем курятнике было спокойствие, мир, любовь. Чтобы ваш хвост был самый яркий, и вы могли заклевать любого петуха-конкурента. Чтобы вам башку не отрубили на Новый год. Да, и чтобы за вас суп не сделали, лиса к вам не приходила и курей не жрала. Не жрала. Да, вот такой вот будет год у вас. Вот так. Всех чмоки обнимаем. Чмоки-чмоки. Больше муа, муа, муа. Петушиного счастья было. Ма, муа. Все, и готовимся к ужину, собственно. Рома. Это холодец домашний. Это оливье домашний. Это капюшка домашняя. Это органик фуд? Органик. Это помидорки соленые. Сейчас будут перемешки. Тоже органик. Это мы купили в магазине. Ребята, мы подводим итоги года. Я говорю, что это был самый крутой год в моей жизни. Самый активный. Ой, но не самый крутой в твоей жизни. Самый крутой в твоей жизни, как ты встретил меня. В общем, ребят, это был самый крутой, потому что... Второй самый крутой в моей жизни. Короче, понятно. Ладно, давайте. Все, все, все. Ваша версия. Мы молчим, мы молчим. Саша. Так вот, началось все. Знаете, с чего у Саши? Мы сейчас поняли. С Тюмени. Я думал, с тебя. Тать, расскажи, что в Германии интересно? Что у тебя больше всего понравилось? Понравилось? Приезжай и сам все увидишь. Нет, серьезно. Ты же там поработала уже какое-то время, пожила. Что тебе прям понравилось? Так, хватит. Сы. Ну, что ты не можешь сказать, что понравилось? Ты боишься, что тебя захейтят или что? Мне очень понравилось... Ну, что мне очень понравилось? Мне очень понравились рождественские рынки. Мне очень понравилось сосиски. Мне очень понравилось пиво, сыр, еда. Не люди. А, не понравилось? Люди не понравились? Не люди. Люди не понравились, да? Да. Скажи это в третий раз. А что немцы, чем плохие? Да, другие просто. Другие? Ты смогла бы выйти замуж за немцей? Что за опрос вообще? Провокация. Рома, а ты за немку. Рома вообще там еще не был ни разу. Смешно? У него уже 4 месяца было. Не шучу. Нет, я слишком мало знаю этих людей. Очень деликатно. Я не могу ничего говорить. У немки страшно, Ром, ты бы не смог. Я за тебя отвечаю. Да. У русских девушек самые красивые. Это правда. А вот мужчины, кстати, нормально. У немки тоже есть ничего, кстати. Прямо. Прямо. Блядь. Просто попадаются такие блондиночки, блядь. Один-один. Ребята, всем доброе утро. Погода замечательная. Надо завести машинку. Грязная вся. Ребят, кто в оптике разбирается? Подскажите, что у меня с линзами? Что-то свет какое-то говно. Надо на сервис ехать. Придеть на сервис и спросить. Ну, надо, чтобы люди разбирались в этом деле. Фары оригинальные, а светит полностью. Пусть светит полное говно. Ксенон, правда, колхозные в этих фарах. А сами фары оригинальные. Может быть, ксенон другой надо поставить? Ну, просто вот такое впечатление, что линз... Лиса сказал, что вообще линзы перевернуты. А как их можно было перевернуть? Их к фар-то не собирали, они пришли в сборе уже. Что мы на участке тут делаем? Что, приехали? Кто такие? Я как бы на крузаке могу пи***дать. Дбираться, б***ь, шлёпать. Ром, я же на крузаке, ты не боишься так говорить? А? Когда я на крузаке, ты не боишься так говорить? А че ты пи***дешь? Крузак? Вот, когда этот сарай стоит, б***ь, грязный. Старый, б***ь. Старый, б***ь. Ребята, в который раз езжу на Uber и попадается... Абсолютно безбашенные люди, то есть креативные, что-то придумывают. Вот сейчас сел в машину, здесь едет водитель, говорит, я волшебник. Можешь загадать желание. И дает мне 100 евро, где пишет телефон, говорит, если избудется, обязательно мне позвони. Если не надо говорить. А, если не надо, говорит, да. Говорит, нельзя говорить неоднозначных слов. Там, если... В общем, а как вас зовут? Павел. Откуда ты? Я сам с Владивостока. О! Доехал до Москвы. Серьезно? Да. А, еду так вот перекладными, так сказать. Жена у меня из Пензы. И вот, короче, вот такими перекладными путями я еду. Но смысл не в этом. Самое главное, мой статус жизненный в работе такой, чтобы из моей машины человек вылез на позитиве. Класс. Если он вылезает с машины таксиста грустный, унылый, значит, он не ехал, а мучился в машине и думал, быстрее бы доехать. Люди креативят, чтобы больше зарабатывать, потому что хочется с такому человеку начать дать сразу денег, понимаете? И надо добавить, поощрять, потому что это круто. Та-дам! Привет! Здорово, парни. Горчо катался. Отлично. Че, как это самое? Как это моя машинка? Все, че, как? Да я уже мне спалили. Мне уже фотографии, друзья, вы ссылали, которые к вам приведем. Да! Ааааа! Вот моя! Уаааа! Смотри какая красотень, вот это да, ну конечно не узнать вообще машину, как по сравнению с тем, картошку выкопали, съели, тебе не оставили, офигенно, такая вкусная была просто, сколько это времени занимает, чтобы так двигатель отмыть, целый день заняло, целый день да, ну да, круто, блин, ну реально новая тачка, вау, так и обещали, сделали кимчистку, офигенно, тотально, полос покрылись под защитным покрытием, грязь в полос не пропускает, даже если что-то проливаешь, влажной тряпкой протираешь и все, ну а еще увлажнили и положили защиту керамику, 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 а шмоток у нас, их полный, этот, полный склад, да, как они у тебя вмещаются, я не знаю, тут у тебя тоже было, вау, вот тут вообще все, тут у тебя вообще, тут был пипец полный, ну она ни разу не была, она ездила по всему, с чему только можно было, и ни разу здесь ничего не чистилось, круто, потолок, потолок, посмотри какой, потолок белый, да, я здесь колеса, колесами цеплял много раз, у меня было, колесами, стойки у тебя вот эти, водительская особенно, вообще черная была, ну мы тебе, это, материал есть, скинем, посмотришь, круто, вернули просто мне, все, я не знаю, сколько лет скинули в этой машине, ну, это круто, все блестит, красотень, ну супер, что, придется опять на вас ссылку оставлять, ага, что делать, да, я доволен безумно, круто, как обычно, ссылка в описании, не знаю, что еще приехать у ребят, сделать, вроде все процедуры, которые, я все, или у вас еще какие-то процедуры есть, что я еще не сделал, мы тебя найдем, еще процедуры, ну что, салон защитили, да, вы просто посмотрите на это, машину все обклеили, я такую машину еще ни разу не видел, ребят, давайте вообще сделаем какой-нибудь такой проект интересный, присылайте мне ВКонтакте, ссылки в описании тоже все будут, что будем делать с машиной, можно бампер, может быть какой-нибудь там, я не знаю, супер крутой бампер поставим, или вообще, в общем, если есть идеи, пишите, будем реализовывать, реализовывать, все равно, как бы, я на этой машине особо не езжу, поэтому буду хоть что-то с ней делать. Ребята, прихожу я, значит, на Варгейме, привет, как дела? Привет, нас возьмут себе бложек, смотри, смотри, я возьму бложек, да, у вас бложек, говорю, короче, на камере, привет, здесь темно, я не знаю, будет что-нибудь, а что-то загорело, ты же из Антарктиды? А я потом на Мандио сразу, да, расходится, расходится. Прихожу я, значит, на мероприятие, а здесь, как вы думаете, кого я здесь мог встретить? Тимур, ну скажи, как ты меня встретил, что ты первое мне сказал? Чего сказал? Привет! Саня, здорово, чё-то как-то? Нет, и он говорит, привет, чё так тихо? Уникальная возможность посидеть в возе-патриоте. Извините. Ребята, ну, круто, слушайте. Погнали, 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 давай, дави, 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 дави. Она же реально заведена, сейчас поеду. Тихо, ну. Добро пожаловать, командир, бой начинается, можно ехать. Отдобряет. Круто вообще. А ещё что-нибудь будет? Да, конечно, в ней можно жрать. Напишите, пожалуйста, мне в комментариях, купили бы вы себе такую машину? Я не знаю, сколько она стоит, кстати, напишите, сколько она стоит. Это у вас, патриот, максимальная комплектация, он будет стоить столько же. Напишите в комментариях, купили бы вы такую машину себе, хотели бы. Я бы для рыбалки, если честно, взял. Но я не знаю, кстати, в надёжности. Обычно наши российские машины, они очень ненадёжны. Но чем они ценятся, что их можно починить в любых полевых условиях? Добро пожаловать, командир, бой начинается, можно ехать. Ну как? Ну так, знаешь, по бездорожью я думаю, что замечательно. На рыбалочке там, если, на охоту. А если девочек снимать, то всё-таки лучше на камеру девочек снимать, да? Нет, красиво сделано. Я просто не сидел в этом самом, в обычном. Обычно выглядит обычно. Ну то есть не так. Я в обычном темпле там умел честь прокатиться на заднем сиденье, у меня там трясло такое бездорожье. Здесь, когда здесь вот сидишь спереди, так я думаю, что всё в огонь. И сейчас запах такой какой-то странный, да? Ну свежая она. А ты что, сегодня с утра она была ещё вся в плёнке или прям снимали?